Привет всем! Снова опять с вами я, Олеся, или Alice in Wonderland. Мое новое название, как я уже сказала, по предыдущему видео. В этом видео я бы хотела вам рассказать о моих трех самых главных правилах по уходу за кожей. Три этапа, которые я всегда следую в своем уходе за кожей. Этап номер один. Это пить много воды. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была чистая, без прыщей, без каких-либо покраснений или угрей, это номер один. Включите из своего рациона какие-либо газированные напитки, сладкие воды, даже соки, даже зеленый чай. Только пить воду. То есть всегда с собой таскать. Я всегда, у меня в сумке лежит бутылочка воды, я всегда, везде она у меня со мной. Тем более здесь, здесь моя меджарка, постоянно хочется пить. И если постоянно пить все одни только газированные напитки и воды или соки, то можно вообще прыщами покрыться и жиром заплыть. Потому что все-таки газировка, извините меня, там много калорий. А не хочется из-за того, что только пьешь одну газированную воду, еще и вес набирать. Мой совет номер один. Это исключить сладкие напитки и только пить воду. Номер два. Совет номер два или этап номер два. Это исключить, ну не исключить, а уменьшить из своего рациона шоколад или сладость. Потому что я прекрасно знаю, я сама обожаю сладкое, шоколад, и мне очень сложно исключить. Ну, по крайней мере, либо уменьшить, либо заменить сладости на какие-либо другие более полезные конфеты. Допустим, если вы хотите что-то сладкое, да, то заместо шоколадной пасты можно заменить арахисовой пастой. Или заместо шоколадного батончика лучше батончик мюсли или мне, допустим, в последнее время очень нравятся батончики из гранолы и с шоколадом. Они, во-первых, и полезные, и все равно там шоколад, и они сладкие, и что-то вот такое, 50 на 50. Поэтому, если не можете исключить шоколад, то лучше чем-то его заменить. Если вы хотите шоколад, прям невозможно, вы сладкоежка, то лучше, конечно, заместо молочного шоколада также есть горький шоколад, он будет намного полезен. Причина всех угрей, прыщей, покраснений у меня всегда был шоколад. И поэтому я стараюсь его употреблять в наименьшем количестве или заменять другими продукциями. Три, или там, этап номер три. Очищение и увлажнение, конечно. То есть, без еженедельных или ежедневного очищения, увлажнения кожа не может быть чистой и красивой. Поэтому я всегда еженедельно, даже по несколько раз в неделю пользуюсь масками для лица. И ежедневно я пользуюсь скрабом. Все маски от фирмы Freeman, они прекрасно все очищают, увлажняют и все выполняют функции. Вот как здесь написано, да, что эта маска, она глубоко очищает поры, там, улучшает цвет лица или увлажняет. Она это будет делать. Она стоит очень дешево. Здесь она стоит 4 доллара. И такой маски хватит очень надолго. И я просто обожаю. Она реально делает кожу только лучше. У меня таких три маски. Вот это у меня такая клубника и шоколад. Пахнет она офигенно. Выглядит, правда, не очень такая коричневая. Но, просто серьезно, вот если у меня какие-то покраснения или прыщи на лице, я ей намажу. И после этого у меня серьезно она как будто подсушивает и делает кожу как-то лучше. Серьезно, делает кожу лучше и ровнее, и кожа мягкая после этого. Поэтому, если у вас есть возможность купить маску Freeman, а я уверена, что и в России она есть, потому что я ее даже у себя в городе видела. Мои самые любимые маски на протяжении, наверное, полугода или почти года были маски... Ой, не маски, а скраб от Neutrogena. И в предыдущем видео тоже по уходу за кожей я, по-моему, говорила, что Neutrogena мне очень нравится. Но она у меня закончилась. И когда я сюда приехала, решила попробовать другой скраб от St. Eves. Но он мне не понравился, поэтому я не буду говорить, что он очень хороший. И там, просто пример, я не знаю, просто я так же ежедневно мою. Я просто хочу его уже допользоваться, потому что его чуть осталось. И купить себе, наконец-то, опять Neutrogena. Скраб, но он такое ощущение, он не... он должен очищать, по идее, да, глубоко отшелушивать. Но он ничего этого не делает. У меня такое ощущение. То есть я его как нанесу, что нанесу, что не нанесу... What is the difference? Нету разницы просто. И очень важно это каждый день перед сном обязательно очищать кожу, смывать ее от макияжа. Это, по-моему, вот тоже одно из самых главных, что нужно делать. Потому что я знаю, некоторые девушки думают, если у них просто тушь нанесена на глаза, думают, да, ладно, пойду там спать. Что там подумаешь, там тушь забыла там смыть или я не знаю. Или еще хуже, с тональным кремом на лице спать. Это вообще для меня, это как самый-самый-самый страшный сон на лице. Самое, что может случиться. Потому что один раз, да, один раз я засыпала с макияжем, один раз в своей жизни. Но это был случай очень редкий. И я надеюсь, что он больше не повторится. Поэтому... Но так никогда-никогда в жизни я не засыпала, кроме одного случая. Но он был просто экстремальный. Так что... Я постоянно пользуюсь кокосовым маслом. Это я уже другого кокосового масла купила. Кстати, я всегда пользуюсь детским кремом. Обязательно никакой там, не знаю, ночной или дневной. Я всегда днем и ночью, я всегда пользуюсь детским кремом. Потому что детский крем, он... Не знаю, он создан для детской кожи. И он менее вредителен, чем какие-либо. И, я не знаю, мне просто очень нравится детским кремом пользоваться. И, да, я наношу кокосовое масло на глаза, то есть на реснички. И если, допустим, я не знаю, я подзагорела немножко, у меня кожа на пляж сходила, да, у меня немножко покраснение на лице, то я также нанесу кокосовое масло. И к утру кожа очень мягкая, увлажненная. А ресницы, серьезно, после кокосового масла, они растут больше и лучше. Они длиннее. Вот у меня я начала пользоваться кокосовым маслом. У меня такое ощущение, что ресницы у меня стали длиннее. Не знаю, почему. Ну, серьезно так. Поэтому, да, кокосовое масло очень также хорошо и питательно для вашего лица, для ресницы. И вообще оно универсальное. Так что, я надеюсь, что это было полезным и интересно. Может быть, вы что-то узнали из этого нового или вы уже знали. Поэтому, да, это три главных моих правила к чистой коже, которые я регулярно соблюдаю, пытаюсь соблюдать. У меня бывает, что у меня прощи выходят, но в основном они либо из-за того, что я недостаточно при воды, бывает такое, да, я срываюсь иногда. Да, или также сладкое. Тоже бывает. Тоже срываюсь иногда на сладкое и налетая на шоколад или на торт. Поэтому все-таки, конечно же, бывает. Главное это все компенсировать и держать в балансе, не переходить черту. А так можно иногда и поесть, конечно, шоколад и поесть, попить газировки. Главное это все держать в балансе. Я желаю, чтобы у всех была кожа очень красивая. И следите, очищайте кожу, потому что не может быть такого, если вы следите за кожей, делаете все правильно, очищаете, питаетесь хорошо. И у вас все равно какие-то проблемы, потому что как вы будете ухаживать, как вы платите кожу, да, то есть как вы за ней ухаживаете, так она вам отплатит тем же. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, видео мое вам понравилось. И я увижу вас в следующем моем видео. Если у вас какие-то есть вопросы ко мне, или, я не знаю, что-то хотите спросить, или какую-то идею для видео, чтобы я сняла, можете мне написать в комментариях. Я всегда рада ответить и всегда рада снять. Так что всем спасибо. Вижу в следующем видео. Пока! Пока!